Салам алейкум. Если представить, еще независимо, и появляется вопрос, как жить суфистам, суннитам, шиитам и другим в мире. Алейкум асалам. Как в любом другом государстве они живут в мире? В чем проблема? Почему им не жить в мире? Ну что, даже русские, хоть их и сажают, нет-нет, выходят на одиночные пикеты против войны, и даже девочка из Дагестана высказалась так. Почему ни один в течении внутри республики не высказался, где дух? Тумсо, ты бы хотел, чтобы СССР не развалился? Нет, конечно, я бы не хотел. Я считаю, что развал СССР это величайший успех 20 века. Это реально империя зла, это просто гемоны какие-то, и хорошо, что она, конечно, развалилась. Асалам алейкум. Тумсо, это правда, что у Кадырова очень серьезные проблемы со здоровьем. Мне кажется, что его окружение не хотят об этом говорить на публику. Алейкум асалам. Я, к сожалению, не могу говорить про состояние его физического здоровья, каких-то анализов, ничего подобного я не видел. Но то, что у него с психологическим здоровьем, то есть с умственными способностями у него есть очень серьезные проблемы, с интеллектуальными способностями, со способностью к развитию, то есть мозг должен развиваться у нормального человека. Если он не развивается, это какие-то проблемы. Вот здесь я могу с уверенностью сказать, да, там очень-очень серьезные проблемы присутствуют, и боюсь, это неизлечимо. Походу, там уже нет никакой надежды, что будет решена эта проблема, если за сколько там уже, 15, какой 15? Лет 17-18, да, если за этот период человек вообще никак не развился, даже в знании, элементарном знании русского языка, я думаю, что там безнадежно. Алейкум асалам. Если представить, еще независимо, и появляется вопрос, как жить суфистам, суннитам, шиитам и другим в мире. Алейкум асалам. Как в любом другом государстве они живут в мире? В чем проблема? Почему им не жить в мире? Пусть ведут какую-то идеологическую борьбу, одни опровергают других, значит, другие, третьих. Это все должно быть в рамках дискуссии, в рамках научного какого-то спора на протяжении полутора столетий, да, так, сколько там, 1500 лет уже существуют эти разногласия, и люди как-то умудряются не убивать друг друга. В чем проблема? Почему демократы с республиканцами могут в рамках одного государства критиковать друг друга, но при этом жить в мире и не убивать друг друга? А почему вы считаете, что вот именно в Чечне представители суфизма и представители там сунизма не могут... Кстати, шиитов у нас, насколько я знаю, нет, по крайней мере, ни разу еще не встречал. Еще как могут и будут, не только, у нас и христиане есть, и все эти конфессии будут в рамках одного государства, при условии, что все они исполняют законы, не нарушают их, никаких проблем. А если ты нарушил закон, то неважно, кто ты там, суннит, ты суфист, христианин, или ты атеист, плевать, кто бы ты ни был. Нарушил закон, вот, значит, суд, который тебя за это будет наказывать. Есть полиция, есть прокуратура. Так должно быть в любом цивилизованном государстве. Главное, чтобы ты не нарушал закон, а там, что ты там у тебя исповедуешь, это твои проблемы. Спорьте между собой, значит, опровергайте, но все делайте в рамках закона. Еще, кстати, важный момент. Проблема ведь не в том, что кто-то, значит, суфий, кто-то суннит, или кто-то христианин. Вы понимаете, что суфий, к примеру, желающий независимости от России и желающий, чтобы на нашей земле действовали законы в соответствии с нашей религией, потому что мы мусульмане, чтобы у нас действовали законы, соответствующие мусульманам, что этот суфий, он гораздо ближе, чем человек, называющий себя, я подчеркиваю, таковыми, я его, конечно, не считаю, но чем человек, называющий себя суннитом, но при этом желающий, чтобы на нашей территории действовали российские законы. Я не говорю о том, что он суннит, это понятно, но он сам себя таковым называет. Вот этот, называющий себя суннитом, такой товарищ, он гораздо более ненавистнее для меня, неприемлемее для меня, чем суфий, проживающий в республике и желающий нам свободы и независимости. Ну все, даже русские, хоть их и сажают, нет-нет, выходят на одиночные пикеты против войны, и даже девочка из Дагестана высказалась так. Почему ни один в Чечне, изнутри республики, не высказался, где дух? Очень немало было высказываний на территории нашей республики, и очень многих людей уже погубивали, посадили, кому-то нам подкидывали наркотики, все разъехались. Вот теперь мы, находясь уже за пределами республики, как ты видишь, высказываемся, делаем все возможное и борьбу не прекращаем. А наши соотечественники, которые живут на территории Чечни, то, что они не высказываются, они молодцы, абсолютно правильно себя ведут. Мы должны беречь себя, беречь свой народ, нас и так очень мало, и мы ни в коем случае не должны жертвовать собой. Мы должны сохранить себя для вот этого часа Х, когда снова нужно будет подняться для освобождения нашей территории. Тому что, почему чеченский язык такой разный, в зависимости от того, кто на нем говорит? Мне кажется, что вам нужно принять какой-то единый литературный язык. Чеченский язык очень красиво звучит. Мы очень давно его уже приняли, у нас есть литературный язык. Чеченский язык не разный. Чеченский язык имеет разные диалекты, это правда. Но литературный есть, и большинство, то есть большинство чеченцев говорят именно на литературном языке. То есть это какие-то равнинные, в основном большие такие села, в которых проживают люди из разных вообще районов, и там, как правило, все говорят на литературном. На своих диалектах говорят люди, проживающие в районах, они сохраняют свои диалекты, но это тоже как бы богатство языка, диалекты должны присутствовать. Люди, которые сохраняют диалекты, они тоже должны присутствовать. Все как бы живет в такой гармонии. От диалектов отказываться не надо, ни в коем случае этого делать нельзя. И отказываться от литературного тоже не надо. Так что, если ты не понимаешь нашего языка, то ты не можешь оценить, разным он или нет. Наш язык такой же, как и любой другой язык. Потому что ты бы хотел, чтобы СССР не развалился? Нет, конечно, я бы не хотел. Я считаю, что развал СССР это величайший успех 20 века. Это реально империя зла. Это просто гемоны какие-то. И хорошо, что она, конечно, развалилась. Благодаря развалу Советского Союза, многие страны, получив независимость, стали успешны. Такие как Латвия, Литва, Эстония. Это большой успех для них, то, что развалилось. Не только для них, даже вот эти страны соцлагеря, Чехословакия, бывшая, которая стала Чехией, Словакией. Это огромный успех в целом для мира. Это огромный успех, то, что эта империя зла развалилась. В том что, я сам грузин. И ни в коем случае не желаю зла народу Чечни. Наоборот, просто мне интересно, почему такой реально гордый народ, как Нокчи, не могут консолидироваться внутри республики и снести. Снести что? Снести больше сотни тысяч российской армии? Но нет такой возможности. Как народ может консолидироваться и снести вооруженную армию, если у него нет оружия? Как ты это себе представляешь? По-моему, предъявлять претензии, какие-либо претензии к чеченцам, это настолько неэтично, неправильно, несправедливо. Мне кажется, никто на всей территории постсоветского пространства не испытал на себе тех бед, которые испытали мы. Мы потеряли 30% своего народа в двух коровопролитных войнах и делали это наедине, когда никто в этом мире, никто нам не помогал. Ни одна страна, ни одно государство. Так что, какие могут быть к нам претензии? Друзья, как-то сами у себя там делайте, смотрите на себя. Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Мы у себя сами разберемся. Если нам нужно критиковать, мы сами будем критиковать себя, сами будем подниматься. Это чисто наша тема. Никто со стороны ничего кинуть в наш огород не может, потому что в ответ полетят просто булыжники. Никто, нет ни одного народа, ни одной страны в этом мире, которая могла бы нас в чем-то упрекнуть. Мы сделали на порядок больше, чем все, весь этот мир вместе взятый против России, и мы сделали гораздо больше. Так что, придержите, пожалуйста, свои языки. Если Украина будет доставать своими ракетами, Рашка, какая у нее будет реакция, как думаешь? Но Россия уже заявила, что в случае нападения на нее, они нанесут удары по центрам принятия решений. Это такое, знаете, такое завуалированное, непонятное словосочетание. Специально оно так и указывается, чтобы там догадывались, что может подразумеваться под центрами принятия решений. Эти центры, по мнению России, находятся ли они вообще на территории Украины или только лишь на территории Украины. Понятно, что это специально делается, это такая угроза. Если вы, не дай бог, нападете, мы, значит, нанесем удар. И видно, что Запад, в основном Соединенные Штаты Америки, они как раз таки и не дают такого мощного наступательного вооружения Украины, боясь, что те перейдут в атаку и начнут атаковать российские города. То есть, спровоцировать реальную третью мировую ядерную войну на Западе не хотят, они поэтому действуют очень осторожно. Субтитры создавал DimaTorzok